Национальная служба новостей Национальная служба новостей Национальная служба новостей О тех проблемах в этой сфере, которые есть сегодня. Алена, начать хотелось бы с Вас. Расскажите, в каких областях народный медицин, по Вашему мнению, и целительство смогли бы стать более эффективными и распространенными, чем традиционная, на сегодняшний день, по крайней мере? Ну, здесь изначально есть путаница между традиционной и нетрадиционной медициной. У нас как-то вот такая подмена понятий произошла. Медицина традиции – это медицина, которая идет испокон веков и передается в устной и письменной традиции. Нетрадиционная медицина – это клиническая официальная медицина, которая, так скажем, вышла из традиционной медицины, сделала определенный рывок вперед, что тоже очень хорошо. Вот, поэтому здесь немножко разного. Дальше у нас есть такое немножечко тоже сломанное понятие. У нас остеопатия, мануальная терапия, висцеральная терапия, герудотерапия и так далее очень часто относятся к народной медицине или к медицине традиции. На самом деле это не так, это уже, так скажем, новые введения, вышедшие, в том числе, конечно, из медицинной традиции, как и все остальное. Я занимаюсь именно медициной традицией, в частности, словом заговорным. Я исцеляю словом заговорным, что многие считают не существует и считают, что здесь работает некая психосоматика, человек верит в то, что исцелится и, соответственно, исцеляется. Но на самом деле слово заговорное действует даже по фотографии, если говорить уже о современном мире. И часто человек, который лечит по фотографии, даже не знает о том, что его лечат, потому что за него просят родственники. Медицина традиции ни в коем случае не должна соперничать с медициной официальной, потому что это неправильный подход, когда врач говорит о том, что не надо лечиться подорожником и так далее. А в то же время целитель говорит, не ходите к врачу. Должно быть сближение и должно быть полноценное совместное ведение человека, тогда мы достигаем результата. К сожалению, ошибаются и те, и другие. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Ошибается и врач, ошибается и целитель. Каждый способен на ошибку. Поэтому одна голова хорошо, две лучше. Мы должны также вспомнить значение слова врач. Слово врач со старославянского переводится как заклинатель. Первые врачи, это действительно, в том числе и заклинатели. И они обладали всё-таки знаниями и в хирургии, и в заклинательной технике в том числе. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы медицина развивалась, при этом не забывая свои корни и не отрезая их, потому что, как известно, дерево без корней погибает. И хотелось бы, чтобы наша такая тема, потому что тему слова заговорного поднимаю, в принципе, только я, все где-то там в тихушку, где-то там, может быть, и заговаривают, но в том формате, в котором я говорю открыто о том, что эта медицина существует, никто не поднимает эту тему. Чтобы она существовала, чтобы она развивалась, и чтобы она действительно несла пользу людям и помогала порой в тех ситуациях, когда сегодняшние врачи просто бессильны. Ну, расскажите, пожалуйста, подробнее. Сложно представить, что вот сейчас, например, во время пандемии у человека пропадает обоняние, он приходит к, соответственно, как называются эти люди, заговорщики? Заклинатель, врачеватель можно его назвать, целитель можно назвать, по-разному можно назвать, знахарь можно назвать, ведун, ведьма. Это всё эти люди. И вы хотите сказать, что сложно представить, что вернётся обоняние после заговора, например? Ну да, если человек... У нас есть такие уже результаты, действительно, такое есть. Не всегда. Но из 10 обратившихся, 8 возвращают обоняние, действительно. Что ж, спасибо. Мы ещё вернёмся к вопросам к вам. Пётр, вам слово. Вот для многих рядовых обывателей без медицинского образования, не погружённых в тему народной, традиционной, нетрадиционной медицины, нет абсолютно никакой разницы между лечением пиявками, костоправством, различной рведой, многими другими инфляционными и оздоровительными практиками. Расскажите, все ли они в равной мере эффективны, или среди всех этих распространённых практик есть какие-то вредные, или даже опасные, или просто растут информационно и нечестные, скажем так? Ну, я послушал Алёну, и мне понравилось то, что она сказала по сути, то, что нельзя разделять. Я в своё время закончил первый мединститут, но в воле судьбы не остался в аспирантурии, а попал в деревню на участок. И я думаю, что сделал правильные, так сказать, принципы, по которым решил развиваться. Собирать самые лучшие методы лечения, независимо от того, кто ими владеет. Дедушка, бабушка, академик, профессор, мне самое главное был нужен результат. Результат однозначный. И благодаря Советскому Союзу я проехал практически весь бывший СССР и собирал действительно уникальные методы. Ну, а потом получилось так, что я попал в Москву и продолжил по этому принципу собирать всё. Но основное было лечение травмы, но не отвергался всё остальное. Если я видел чудеса, всё. Для меня это был человек, у которого я должен был учиться. Потом мне важно было не только сделать результат, а повторить его и сделать лучше, и понять принципы. Но оказалось, что этого очень мало. И на самом деле не это самое главное. Самая большая сложность возникла, когда я собрал огромный опыт, о котором сейчас даже вообще сложно представить. Потому что практически, представляете, бывший СССР, а ещё так получилось, но я думаю, что я здесь не буду называть фамилии, но я вылечил несколько человек. Одного из КГБ, одного из Совмина. И практически на меня работали эти структуры, помогая собирать. Причём сейчас очень много целителей, у нас сейчас много разных шаманов, всего остального, причём там с родословными совсем. Во времена СССР их было очень мало. А почему их было очень мало? Потому что ответственность была огромная. Ты должен был делать результат, а если нет, то ты попадаешь в тюрьму. Поэтому ты должен был отвечать за свой результат. Я в своё время ездил и к Касьяну, и к Багнаде, и к профессору Янковскому, и в институт, и во всё. Вот я хочу сказать, что когда был собран огромный материал, то возникла самая большая проблема, которая сейчас существует у всех. Как объединить все эти знания. Потому что если даже взять машину Мазерати, прекрасную машину, и сложить её в кучу, то это будет куча. И можно будет завидовать запорожцу, который едет, а куча будет лежать. Поэтому самая большая проблема, особенно сейчас. Я ничего не... Нет, ничего. Нормально? Ну вот, потому что особенно сейчас я просто с такой радостью говорю о том, что я живу во время интернета. То есть если я раньше ездил по бывшему СССР, потом я ездил по разным странам, то сейчас мне даже не нужно ездить. Я получаю такую колоссальную информацию, которую бы я не собрал за 10 жизней. И самая большая сложность, огромная сложность, это действительно объединить эти знания в целостную систему. Потому что даже вот когда у меня были медицинские центры, то в медицинском центре я больше всего работал, и мои сотрудники делали. Я представлял весь процесс и отвечал за весь процесс целиком. Поэтому даже если мы берем большие клиники, огромные клиники, причем с дорогим оборудованием, там находятся и народные целители, и там доктора, и новое оборудование, и все остальное, то на самом деле я вижу кучу, хорошую кучу. Но я не вижу целостного подхода. И существует там комплементарная, холистическая, там еще какая-то медицина. Но ведь есть законы целостности. И если не знать их, то практически это все разрознено. И я последнее хочу сказать, что еще работая на участке участковым врачом, я работал в городе Поворино, в Воронежской области. У меня на участке жили пенсионеры. Ну, в основном молодой доктор. Ну, вот. И там была ситуация, когда врачи периодически, я вам хочу сказать, направляли к бабушке в те времена, представляете, в те времена, к бабушке Костоправа, которая, так сказать, делала какие-то вещи. Я говорю, ты сходи так в тихую, они говорят, сходи к вот этой бабушке. Я в этой бабушке учился, это мой первый учитель был, 82 года, она прожила стой с лишним. И когда я, человек, который из первого мединститута учился иглотерапии, пришел к ней, я тут специалист, канал и все остальное, она мне показывает, я был в шоке. Она мне показала такие вещи, что я был поражен. И поэтому я хочу сказать, что важно не в какой области специалиста, а в какой он. И я думаю, что сейчас самая большая проблема, огромнейшая проблема. Ведь знаете, как раньше два пучка, если лица сдохла, а сейчас тысячи пучков. Тем более интернет. С одной стороны, колоссальное знание, а с другой. Поэтому я считаю, что медицина единая. Только человек смотрит на разные части, как в той притче. Кто смотрит и держит за хвост слона, кто за хобот, кто за ногу. Слоны это целостная вещь. Только мы можем делить. Поэтому, я думаю, пришло то время, когда должна возникнуть принципиально новая медицина. Потому что требования к человеку сейчас на порядке серьезнее, чем когда-либо. То есть мы живем во время экстремальной ситуации, сверхбыстрых перемен. Я не буду говорить там обо всех вещах. Потому что даже самые богатые люди. Вы знаете, на что самые богатые люди тратят деньги сейчас? А я вам скажу, можете посмотреть. Все в интернете. Я сейчас же раз и погуглил. Первое. Это контроль искусственным интеллектом. Не искусственным интеллектом. А кто будет контролировать искусственный интеллект? А важно, что за человек будет контролировать. А представляете, какая ответственность перед этим человеком? Второе. Продление жизни. На самом деле, ребята, не на то деньги тратят. Ведь важно не сколько ты проживешь. А как? Потому что я видел людей, я говорил, работал на участке, где живут старики. Я видел людей, которые уходили из жизни, устав от жизни. Я в ушко ухожу, я все видел. У меня достойные дети. У меня достойные внуки. Я видел многое по жизни. И приглашали меня, это событие, попрощаться. И достойно. Не умирали, а уходили. И видел, которые цеплялись за жизнь. И я считаю, что в холодильнике лежать и все. Поэтому выживать и жить, это разные вещи. И каждый должен знать, сколько прожить. Ну и последнее, это путешествие. Важно знать, куда ты летишь. Ну, это сказать, можно, конечно, там на Марсе что-то строить. Или что-нибудь на Земле построить нормальное. А потом там... Но это мое мнение. Все, я наверное, слишком много лет. Что ж, спасибо. Мы еще вернемся к вопросам к вам. Юрий, вам слово. Интересны ваши отношения к нетрадиционным медицинским методам, техникам. Особенно, в частности, в вашем профиле психологии, психиатрии. Насколько это вообще совместимое... Ну, насколько эта область вообще подходит для совместимости этих течений? Ну, я представляю Институт здоровья и сберегающих технологий. И одновременно я являюсь советником президента Ассоциации заслуженных врачей. Поэтому не только я здесь представляю клиническую психологию и психиатрию, но я здесь, я думаю, представляю медицинское сообщество. Так как последние два года я работал руководителем психологической службы Центра медицины и катастроф Крыма. И мы как раз работали над модернизацией первичного звена, скорой помощи совместно с Федеральным университетом Крыма. Поэтому я подхожу к этому всегда, к таким понятиям, как народная медицина, все-таки с более научной стороны. Теперь, вот выслушав предыдущих ораторов, коллег, я хотя бы теперь о реальной жизни и о реальной законодательной, скажем, жизни народной медицины. Итак, понятие, нужно сначала понять, что такое все-таки народная медицина, потому что здесь много об этом говорили. Понятие народной медицины содержится в статье 50 Федерального закона номер 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Народной медициной являются методами оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относятся, подчеркиваю, к оказанию услуг оккультно-магического характера, а также к совершению религиозных обрядов. То есть это не мои размышления, это вот как раз статья 50 Федерального закона, чтобы все поняли, о чем здесь идет речь. И контролируют народную медицину региональные органы власти. Они выделяют, скажем, определенные разрешения, выдача разрешения за занятие народной медициной, нашли через портал государственных узлов, и рассматривается и выдается бесплатно в течение 41 рабочего дня. Это так, для справки, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Мы провели группы товарищей, которые работают в экспертной площадке вместе, с юристами определенную работу. И у нас есть ряд инициатив. Вот я представляю также наших товарищей и партнеров. Это Сергей Тесенка, который руководит юридические компании, команда экспертов. И мы на базе этого разработали ряд законодательных инициатив для того, чтобы трактовка как раз понятия народной медицины была какая-то упорядоченная. И мы хотим сейчас обратиться к общественной палате, так как я считаю, что нужно по порядку все делать, для того, чтобы все структурировать, в том числе и те инициативы, которые высказали предыдущие ораторы, для того, чтобы это все-таки была система и утвержденная на государственном уровне. Потому что, как я сказал, разрешительная система и контроль все-таки за народной медициной осуществляются региональные медицинские подразделения, а в медицине иногда совершенно не понимают, что такое народная медицина, что такое целительство, какими методами они работают. И самый главный принцип любой оказания помощи человеку, особенно в таких, скажем, понятиях, как медицина и медицина народная, это не навреди. Поэтому я хотел бы озвучить 7 пунктов этих законодательных инициатив буквально набросками. Внести изменения в пункт 2 статьи 50 Федерального закона 323 с указанием СРО, саморегулируемая организация, вместо медицинской профессиональной некоммерческой организации. О чем это говорит? О том, что пора внедрять СРО для того, чтобы именно саморегулируемые объединения начали регулировать деятельность народной медицины. Почему? Потому что немногие медицинские специалисты понимают, что такое народная медицина, я повторяюсь. Потому что СРО уже успешно применяется в таких отраслях экономика, как строительное и проектирование. Второе. Внести изменения в госуслуги, исключить региональные Минздравы, как органы, осуществляющие выдачу разрешения на эти занятия народной медицины, и оставить СРО. Это если мы введем такое понятие в СРО, как именно в понятие народной медицины. И в статье 50 указать не подачу заявления гражданинам, потому что это как-то странно смотрится, а как минимум лицом, зарегистрированным, как самозанятые или ИП, чтобы осуществлялся хоть какой-то контроль в этой сфере. Включить в новый спецрежим налоговый для самозанятых, такой вид деятельности, как народная медицина, чтобы налоговая понимала, с кем она работает. Четвертое. Сформировать в целом специализированный нормативно-правовой акт о регулировании отношений в сфере народной медицины. Потому что сейчас такого нет. Пятое. Необходимо сформировать и обсудить с экспертным сообществом выработку стандартов лечения и их необходимость. Потому что многие методы народной медицины отнесены к современным традиционным методам лечения и требуют лицензирования. Провести ревизию, четко ограничить народную медицину от современной медицины. Потому что, я, может быть, повторюсь, но в современной медицине смотрят на народную медицину иногда предвзято. Следующее. Включить народную медицину в медицинский туризм. Потому что многие регионы нашей страны действительно абсолютно экологичны. И там можно проводить целые медицинские туры для оздоровления. Что сейчас нет. И самое главное провести ревизию дополнения к основным методам лечения. Потому что в последующем нормативно зафиксировать дополнение методам лечения с компетенцией СРУ. То есть, чтобы в компетенции СРУ были, скажем, внесены определенные полномочия для того, чтобы они в последующем методы лечения и стандарты могли прописывать сами. Вне зависимости от, скажем, медицинских стандартов. А чтобы были в народной медицине свои СРУ. И теперь я возвращаюсь, с чего я начал. Очень важно всем нам и здесь присутствующим понимать, то, что самый главный принцип народной медицины, так же, как и медицина современной, я его называю механизированной, компьютеризированной, цифровой, это высокотехнологично, это не навреди. Поэтому я считаю, что мы все должны сделать, если мы хотим из народной медицины действительно сделать отрасль экономики, а так как это огромнейший рынок, просто многие не подразумевают, они думают, что это какая-то маленькая локальная тема. Нет, это огромнейший рынок. И самое главное, об этом рынке говорит ВОЗ. А уже программа ВОЗа обсуждалась с 2000-х годов, и она расписана до 2024-го. Поэтому я считаю, что в нашей стране мы, ну, катастрофически отстаем от именно введения стандартов и регулирования такого понятия, как народная медицина. То есть я правильно понимаю, что вы предлагаете такие меры, которые легализируют, по сути? Абсолютно. И для того, чтобы наши коллеги, которые вот рядом со мной сидят и тоже выступают, они не были какими-то изгоями. Мы и на предыдущей пресс-конференции говорили, что не признаются. Поэтому я и говорю, должна быть саморегулируемая организация, которая внутри себя в экспертном сообществе определяла, вот именно народная медицина, что хорошо, что плохо, да? И уже брала ответственность на себя. И при этом разрабатывалась определенные стандарты и лечения, и допусков. Но мы должны сами это делать, понимаете, да? Потому что, ну, современная медицина, компьютерный томограф, и то, что делают наши коллеги, это разные абсолютно вещи. И тот, кто занимается компьютерной томографией, никогда не поймет, что делает моя коллега, которая находится рядом. Да, пожалуйста. Вы знаете, я очень много думал об этом, почему я и сказал, что третья медицина, но потом коротко могу сказать об этом. Но я считаю, что в настоящее время у человека должно быть целостное видение процесса. А целостное видение процесса все равно как бы нужно посмотреть. Ну, я доктор, поэтому, может быть, я буду говорить как доктор, который закончил мединститут, который занимался разными вещами. Сразу же хочу сказать, это и фитотерапия, и гипотерапия, верховая езда, и голодание по Николаю Шаталову, Джеффри, так сказать, Шаталову был тоже знаком. Следующее, различные дыхательные гимнастики, йога, то есть закаливание, знаком был с бутейка, так сказать, системы... То есть практически все, что вы скажете, я там уже был, и так сказать. Так вот, я сразу же хочу сказать, вот у меня видение, что какая-то медицина должна быть как бы сверху и контролировать все. Мы живем в социуме. Следующий момент, что социум — это целостная структура. Следующее, что все ругают бюрократию, а я за, потому что если ты прорвался сквозь бюрократию, значит, ты достойен того, чтобы он был. Я считаю, что любой целитель, любой там экстрасенс или кто угодно, он должен иметь медицинское образование. И не потому, что он будет лечить так, он хотя бы будет представлять видение, потому что, как здесь уже сказали, все равно медицина классическая — это то, что ушло вперед. И я не соглашусь с вами, что человек, который смотрит и занимается официальной медициной, смотрит компьютерный томограф, и человек костоправ, есть ли настоящий специалист? Я вот говорю даже про ту бабушку, которой я учился 82 года. Это было 45 лет назад. Она всегда говорила, сходи, сделай рентген. Нету там лопины. Представляете так? Лопины. То есть она уже даже пользовалась этим. И следующий. Всегда на первом месте она ставила врача. И поэтому я считаю, что если человек считает, что он достоин лечить, то как народный целитель будет отвечать за здоровье человека? Да никак. Ну, получилось хорошо, не получилось, но значит там что-то не получилось. А доктор отвечает. Поэтому положение доктора – это совсем другие вещи. Поэтому я считаю, мое видение, что хочешь, закончи любое медицинское, хоть медучилище, но у тебя должно быть, ты должен получить. Это мое мнение. Вот разрешите, отвечу буквально одной фразой. Одну, другой совершенно не исключаю. Потому что я и говорю, если бы была бы своя СРО, она могла бы определить стандарты. Я об этом и говорю. Сформировать специализированный нормативно-правовой акт о регулировании отношений с ВНМ. В том числе, СРО может предписать. Каждый, кто хочет заниматься медициной... Это как испытание, как определенное. Да, ты должен обязательно иметь какое-то медицинское образование. Одно другого не исключает. Я об этом говорю. Но должно быть какой-то контроль. Я и говорю об контроле. Сейчас контролей нет. Да, спасибо большое. Ален, вам вопрос, соответственно, вот то, о чем говорили коллеги. Если и народных целителей, и, как вы говорили, ведунов, магов, тех, кто занимается заговорами, внесут в этот закон, они должны будут, соответственно, вот по предложению коллег получать какое-то медицинское образование. Вообще, все это возможно? Это нужно делать центр, в котором бы обучались и, возможно, целители, и ведьмы-ведуны, которые хотят заниматься целительством. А им приходится заниматься целительством, даже если они где-то в стране находятся. Потому что человек это целостная структура. Еще Боткин говорил о том, что, так скажем, один из первооснователей клинической медицины, что все-таки, когда человек приходит как пациент, с ним нужно пообщаться, пообщаться, а не просто смотреть чисто тело. Поэтому в любом случае и ведьмы, и ведуны, и чем бы человек ни занимался с точки зрения магии, он в любом случае так или иначе сталкивается с тем, чтобы исцелять. Конечно, я не вижу такой необходимости, что каждый человек, который занимается магией, сталкивается с исцелением, должен обязательно пройти медицинское образование. Почему? Потому что, ну, мы должны понимать, что все-таки, конечно, анатомию надо знать и физиологию, да, безусловно, если человек как-то сталкивается, он все равно будет это изучать. Но мы с вами понимаем, что это просто нереально, потому что этот человек связан не только с медициной. Тогда ему нужно пройти, иметь там 10-15 высших образований, да, чтобы, потому что, ну, магия – это самая высшая наука. В то же время тогда, если мы так говорим, то мы должны говорить о том, что и врач должен изучать и целительство в том числе. Вот, сталкиваясь с пациентом, не только с точки зрения, как сейчас врачи принимают в поликлиниках, в том числе и в платных, потому что клиенты приходят и рассказывают. Врач сидит у компьютера, человек ему рассказывает свои горести, боли, да, человек туда забивает просто в компьютер врач, и потом ему выходит диагноз, и что принять, какие таблетки. Он даже не посмотрел на пациента, он даже не повернулся. Он просто распечатал эту бумажку, дал, пошли в регистратуре, там подписали, заплатили деньги. Такой тип лечения даже в платных, да, каких-то структурах, он подразумевает, что к человеку не относятся какая-то к отдельно взятой личности, да, есть некая структура, что при таком-то симптоматике есть такое заболевание, да. В то время как целители, я, конечно, не говорю сейчас о шарлатанах, потому что непрофессионалы есть в любой сфере, целители всё-таки видят целостно человека и видят заболевания. Они их видят иначе, не так, как их видят врачи, да, не с точки зрения каких-то медицинских, да, прописей, а с точки зрения именно видения. Это совсем по-другому. Это видится как некие образы, и эти образы изгоняются из человека путём заклинаний и заговоров. Это разные технологии. Заговор – это то, что заговором, заклинание – это то, что изгнание, да. И когда человек получает действительно помощь, опять же, ни в коем случае не отрицая официальную медицину, вы правильно сказали, что всё равно сходи к врачу, да, потому что мы не имеем права взять на себя такую ответственность. Но при этом мы должны понимать, что если человек ждёт какую-то операцию, у него есть время до какой-то запланированной операции, он пришёл к целителю, и к моменту, когда делать операцию, показывать, что эта операция уже не нужна, это результат. То есть он не потерял время. Но когда человек болен, к примеру, онкологией, приходит к целителю, и целитель говорит, «Ты не ходи, ничего не делай, не надо тебе никакой там ни химиотерапии, ничего, я тебя буду лечить ядами». Вот только ядами, и всё, давай, болиголов, аконит попьём с тобой, вот чистотел попьём, и будем, в общем-то, там по капелькам пить, и всё у тебя будет замечательно. Ты к врачам не ходи. Вот тогда это становится опасным. Нужно, необходимо обязательно совмещать совместно медицину традиций и медицину официальную. Но насчёт образования, я повторюсь, это, ну, мне представляется таким нереальным, поскольку всё-таки, я говорю, это просто на целителе такой пласт таких знаний, которых даже, вы извините, даже врачам не снились. Правильно я понимаю, что вы предлагаете, чтобы система выглядела таким образом, что если человек почувствовал какое-то недомогание, он приходит к врачу, врач ему назначает лечение, и помимо лечения назначает ещё что, а вот ещё нужно сходить вот к целителю. Вы знаете, а у нас народная медицина перекачала на полки аптек, уже давно там травки находятся, и врачи назначают травы в том числе. Да, всё-таки травы, это можно отнести к народной медицине, да, травы лечения. Когда-то это был травник, потом фитотерапевтом стал. Далеко не все врачи, как вот мой собеседник, да, ездят и изучают там один вид, далее, ну, взаимодействие с пациентом, другой вид. Большинство отучились где-то, да, в институте медицинском, и пошли. И для них медицина очень часто, к сожалению, это просто заработок. То есть именно бизнес, да, и ничего личного, как говорится. Конечно, пациент его никак не интересует, его личная жизнь, что он ест, куда он ходит и так далее. Он смотрит, как написано в учебниках, и таким образом взаимодействует с этим пациентом. Результата не будет. Его не будет. У нас терапия ведёт в хирургию всегда. Это уже давно я заметила. То есть человек, который долго лечил какое-то хроническое заболевание, в результате приходит в хирургию. Кстати, терапия переводится как лечение с землёй. Потом почему-то сказали, что это как по-другому переводится. Но терра – это земля на самом деле, да. Но и, соответственно, было очень долго. Глина лечения, лечение с землёй в том числе, оно даёт результаты. Вот. И мы должны понимать, что когда там некоторые смеются, это что, будут откатывать яйцом? Да, и откатка яйцом даёт результат. И когда я вижу, что женщину сказали, что она бесплодна, ей уже ничем не помочь, она сделала там 7-8 ЭКО и пропила огромное количество гормонов, и её организм уже просто находится в ужасном состоянии, и мы её восстанавливаем, и женщина рожает здорового ребёнка, это заслуга всё-таки традиционной медицины, а не той медицины, которая официальная медицина. Потому что они не подходили к ней индивидуально, и у них нет таких рычагов. Ни один врач не изучает, вот глобально, да, не изучает никакие ни слова заговорные, естественно, это же будет ненормально. Вы представляете, в официальной медицине говорят, сейчас я тебя заговорю, да, и возле этого пациента бежит и скажет, что врач не в себе находится. Вот, поэтому здесь, конечно, совместно нужно, что да, действительно, что человек пришёл к врачу, а потом сам пошёл к целителю, выслушал мнение и того, и другого, и принял для себя решение. И при этом государству не мешает развиваться ни официальной медицине, ни традиционной медицине, а помогает ей развиваться и даёт возможности дополнительные. Вот чего хочется. Хочется, чтобы наши люди были здоровы, потому что при совместном работе врача и целителя мы действительно достигаем результат. Вот сейчас даже вот конкретный пример с ковидом, да. Пришёл ковид, ой, какой ужас, люди стали умирать, давайте делать прививку. Придумали прививку, стали всех прививать, а сейчас придёт не ковид, а какое-то другое заболевание. Опять, пока все там куча не умрут, и потом придумают прививку и начнут прививать. А что мешает изначально сделать так, чтобы иммунитет человека не позволял этим вирусам проникнуть? Почему никто не занимается изначальным иммунитетом? Почему не учат детей сохранению здоровья? Вот вспомните, в период, когда я ходила в школу, да и все мы примерно, да, там возраст не шибко разный, когда ходили в школу, у нас даже не было такой культуры у детей, чтобы детям давали воду с собой, или кулеры в школе стояли с водой. То есть ребёнок полдня находился без воды. Плюс в стрессе. Школа – это всегда в стрессе. И в итоге получал проблему с почками. И никто об этом не говорил. Потом потихонечку культура того, что пить воду надо, пришла, да, пришла к нам, и сейчас дети уже приходят в школу с бутылочкой водой, где-то стоят кулеры и так далее. Но раньше этого не было. То есть мы потихонечку всё-таки развиваемся, начинаем мыслить о здоровье. И я думаю, что в этом будущем мыслить именно о здоровье, и детей учить с детства, поддерживать свой иммунитет, и вообще знать о своём организме. Не только врач или там целитель должен знать анатомию. Ребёнок должен изучать анатомию и знать хотя бы минимум, где у него находится поджелудочная железа, где у него находится печень, где у него желудок и так далее. Да, Юрий, пожалуйста. Да, я хотел бы ответить прекрасное выступление, только я не согласен с тем, что человек, который считает себя целителем, не должен или не хочет, или не может, или считает ненужным для себя, так как он великий, изучить, скажем, обязательный курс в медицинском училище или же в институте. Почему? Потому что наша задача, мы и так много в медицине сейчас, скажем так, испортили, посокращали, а теперь от этого страдаем мучительными родами современной медицины. Сейчас строим в экстренном порядке медицинские центры, набираем действительно в институты врачей, потому что ни центров, ни врачей не хватает, ни медсёстры и так далее. Это страшный дефицит. Так и здесь. Придумывать ничего не нужно. Вот мне сейчас 50 лет, да, и я почему-то прохожу трёхлетнюю переподготовку в Российской Академии Государственной Службы в институте управления, доктор государственного управления. Почему целитель, даже высококлассный, если он хочет работать с человеком, не может провести переподготовку по медицине. Для того, чтобы общество, общество было уверено, вы сами себе противоречите, вы говорите, что огромное количество шарлатанов присутствует. Я поэтому и говорю, нужно обязательно, чтобы СРО было, и чтобы оно контролировало, чтобы абы кто не работал с клиентом. Для того, чтобы мы не видели огромное количество случаев, а я их огромное количество знаю, когда суперцелителями, которые считают себя полубогами, практически уграбляли даже своих родственников. Понимаете, когда говорили, вот как вы, пример, сказали, вот определили диагноз рак почек, да, там нужна срочная была химиотерапия, а человек такой умный и великий производил какие-то па непонятные, ни для кого, считая себя великим магом, да, и в конечном итоге через 3 месяца это закончилось плачевно. Это я знаю таких десяток уже случаев. Это я просто, это в моем поле зрения только, понимаете? Поэтому я считаю, что это для работы с человеком непозволительная роскошь. Сейчас не иметь основ. И непозволительная роскошь для того, чтобы не контролировать эти группы людей, которые работают с человеком. Потому что, еще раз говорю, наша самая главная, скажем, установка, это не навредить. Поэтому, если есть COVID-19 диагноз, если есть такой диагноз, как рак, номер один, это должен быть официальный врач. А потом, когда прошло лечение, или же можно сопровождать, или пост реабилитация, здесь все, что угодно, что захочет человек, который уже прошел терапию, и когда мою жизнь практически спасли, можно, чтобы, это называется реабилитация и ресоциализация, возвращение, когда в строй, тогда можно использовать любые методы, и я здесь согласен, можно использовать методы традиционной медицины. А так мы дойдем до того, что мы сейчас опять за счет обычной традиционной медицины, которая сейчас в COVID-19 спасла сотни тысяч и миллионы жизней, начнем эксплуатировать народную медицину, пить травки, когда нужно бороться с вирусом. Уважаемые коллеги, нельзя так делать. Коллеги, у нас не так много времени осталось, я основной вопрос задам, и мы перейдем к вопросам от журналистов. Соответственно, вот как раз к этой теме мы подошли, и, например, министр здравоохранения Киргизии призвал уже граждан лечить коронавирус целебным отваром из ядовитого и ссык-кульского корня. Президент Кыргызстана считает, что народная медицина дает лучший эффект в борьбе с коронавирусом, ну, с COVID-19. Министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиньяд призвала медиков и ученых, и общественников принять участие в изучении и применении на практике древних способов речевания, в том числе кровопускания, костоправства. И, соответственно, вопрос, а вообще можно ли действительно предполагать, что в России, например, народная нетрадиционная медицина, вот эти вот все травки, кровопускания настолько интегрируются в официальную систему здравоохранения, что их можно будет применять в борьбе с такими серьезными вещами, как вот пандемия, как коронавирус. Это общий вопрос. Я только попрошу сильно не затягивать, потому что еще и будет несколько вопросов. Ну, я могу кратко ответить. Я, опять же, я сторонник традиционных ценностей в медицине. Я считаю, что народную медицину нужно использовать не вместо, а в дополнение. Это прекрасный инструмент, и в многих клиниках это используется. И я всегда, когда работаю с клиентом, даже как клинический психолог, психиатр, я обязательно направляю к врачу, для того, чтобы, особенно, когда работаю с булимией, с расстройствами достаточно, которые уже очевидно, что там нужно томографию головного мозга делать, я, конечно, обращаюсь к врачу, чтобы он проверил моего пациента, и потом с анализом уже я понимаю, что мне лечить. Последствия или же нужно все-таки, чтобы врач к этому поработал. Как дополнение, я еще раз говорю, прекрасно, но ни в коем случае не вместо. А за вот такие непонятные выражения президента Киргизии и так далее и прочих разных граждан, которые тоже говорят, что за место коронавируса нужно травками какими-то полечить. Я считаю, что нужно разрабатывать статью Уголовного кодекса и привлекать таких граждан к уголовной ответственности, которые говорят, что не нужно прививаться, не нужно заниматься лечением, а нужно пить травку или же что-то пошептать. Понимаете, вот у нас один есть коммунист такой, Рашкин, который там голову морочил нам полгода всем, что там это никакой эпидемии нет, ничего нету, а сейчас сам лежит с коронавирусом. И чем это закончится, большой вопрос. Я скажу кратко касаемо, да, конечно, я согласна с тем, что это не должно быть что-то отдельное, официальная медицина, да, или медицина традиции, это должно быть вместе. Вместе это действительно дает результат. И я думаю, те лица, о которых вы зачитали, они не идиоты, раз они находятся управлением, да, страны, и, соответственно, то, что они говорят, это не сказано в контексте, что только этим лечиться. Это как предложение, что это использовать для лечения в том числе. Я считаю, что действительно для лечения любого заболевания и ковида в том числе нужно применять и официальную медицину, и медицину традиции, совмещать. Тогда это действительно дает результат. Более того, могу сказать, что за период пандемии к нам обращались за помощью неоднократно ко мне лично. И я никогда не говорила, что вы знаете, вот я сейчас вам помогу, не обращайтесь ко врачу. Я говорила, обращайтесь ко врачу, если увозили в больницу, увозили, но параллельно мы занимались лечением по фотографии. И результат был просто потрясающий. У меня есть огромное количество именно информации от людей, как это все происходило. И сами врачи раскрывали руки и говорили, что они такого быстрого восстановления никогда нигде не видели. Это действительно дает совместный результат и колоссальный результат. Но брать на себя ответственность, вот только я буду лечить, туда не ходи, это ни в коем случае делать нельзя. Но, к сожалению, со стороны врачей такая вот вещь есть. Я буду лечить, никуда не ходи, тем самым тоже, вот об этом никто не говорит, говорят о том, что с целителем теряют время. Врач тоже говорит, никуда не ходи, я тебя вылечу, и человек никуда не идет. И в итоге, в итоге человек умирает. У каждого врача есть свое кладбище. Поэтому не надо говорить о том, что только целители, вот от них столько умерло там и так далее. каждый врач знает о том, что он неоднократно ошибался. И очень часто, особенно в начале своей практики, многие люди выступают для него просто как подопытные кролики. Поэтому говорить о том, что врач не ошибается, он там переживает за каждого пациента, как переживает целитель, который действительно целитель, такого, конечно, нет. Поэтому идти надо и к врачу, и к целителю. Да, Петр, пожалуйста. Ну, я, наверное, буду немножко так необычно отвечать. Я немножко хочу Алене ответить, потому что первый момент. Вы так говорите, как будто вы больше знаете, чем врачи. Я думаю, что если бы мы с вами поговорили, то вы в своей области знаете больше, чем врачи. А во всех остальных... А я за свою область только говорю. За свою область. За хвост слона... Да, за хвост слона... Моя область – это слон и всё, что вокруг этого слона. Это ваше мнение. Я полностью не согласен. Ваша правда. Но вот второй момент. Второй момент. Что я считаю, что после ухода врача пациент всегда должен чувствовать себя лучше. И врач должен делиться со своим пациентом уверенностью в выздоровлении. Следующий момент. что своим здоровьем и использовать все приборы и всё остальное как дополнение. Потом его право идти куда угодно как дополнение, но ни в коем случае не как основное. Следующий момент, Алёна. Вы не отвечаете за пациента, а доктор отвечает. Я лично знаю, что я отвечаю за жизнь пациента. А это разные вещи. Если получилось, я хорошее. А не получилось, ну, так сказать, не помог доктор. А вот когда вы будете даже частной практикой заниматься, а за вами никого нет. И если вы не сделаете результат, а не дай бог вы навредите, то за вами придут. А так получать. убивали своих пациентов. О чём вы говорите? Ну, давайте не будем об этих вещах. То есть ответственность вы складываете себя. А каких-то мы не будем. Полностью складываете себя. Я себе ответственность не складываю. И следующий момент. Следующий момент. Я вас не перебивал. Но вы же ко мне обращаетесь. Вы входите в диалог. Вы не со зрителем говорите, а обращаетесь ко мне. Поэтому я вам отвечаю. Я не входила с вами в диалог. Я общалась со зрителем. Поэтому вы меня не перебивали. Ну, когда вы разговаривали, вы в какой-то степени включались со мной в диалог. С вами в диалог я не включалась. Я общалась со зрителем. Ну вот. И следующий момент. Поэтому я и говорю, что ответственность должна быть. Следующая. Но мне не понравился принцип. Вообще в своё время, когда я закончил мединститут, то был основной принцип не навреди. Он мне никогда не нравился. В своё время я лечил одного старца. Действительно старца, который исцелял многих людей. И когда я его вылечил, он мне дал стопку книг. Говорит, вот это старцы, которые лечили многих. Всё, это медицина. И знаете, я не мог долго читать. И всё, я вдруг открываю. И там было написано то, что я 25 лет искал. Там было написано. Настоящий врач должен любить своего пациента. Вот по этому принципу я сейчас и работаю. Если ты любишь пациента, то ты сделаешь всё для него. И не будешь смотреть, как вот у ребёнка там за нос достаёшь или нет. Ну вот. А теперь ответ по пандемии. Знаете, меня этот вопрос сейчас меньше всего интересует. Он меня интересовал прошлой весной. И сейчас он меня не интересует, как прошлогодний снег. Потому что на самом деле ситуация намного серьёзнее. Потому что изменился мир, изменилась ситуация, изменилось требование к людям, идёт глобальная перестройка. Поэтому, так сказать, мне было интересно, потому что у меня было два там серьёзных проекта. Один в Европе, один там в Узбекистане. Они рухнули, всё. Сейчас у меня намного глобальнее проекты здесь, мощнейшие проекты. Поэтому заниматься тем, что было интересно там год назад, это в марте было, меня это уже не интересует. Это отработанный материал. Поэтому... Мы переходим к вопросам от журналистов. Несколько вопросов пришло. И некоторые из них не от журналистов. Я как раз начну с частного вопроса, потому что он от одного из зрителей, а остальные вопросы более общие и глобальные. Значит, первый вопрос. Добрый день. Уважаемый ведущий. Вопрос к Алене Полынь. Как она, как целитель с большим опытом, видит возможности исцеления эпилепсии? Насколько это возможно? Алена Полынь исцелила мою подругу от мигрени. Прошу передать благодарность моей подруге вместе с этим вопросом. Ну, мигрени и эпилепсии немножко разные, конечно. Даже не немножко, а очень разные. Но, тем не менее, да, эпилепсия тоже лечится традиционной медициной путём заклинаний, загору в том числе. Но никогда при лечении эпилепсии мы не говорим об отмене препаратов, потому что это очень опасно. Это как бы совмещается. Так скажем, медицина традиции причины эпилепсии видят именно в совмещении работы головы и живота. То есть идёт работа и с головой, и с животом, и снимаются лишние, излишние токи из головы. У человека становится постепенно меньше и меньше приступов, и потихонечку, совместно с врачом, а не с целителем, человек, чувствуя своё состояние, он начинает отменять препараты, то есть уменьшать дозировку. И, соответственно, выходит на то, что приступов просто нет. Эпилепсия действительно лечится в этом направлении. У меня есть огромный опыт, и действительно люди обращались, и давало очень хороший результат. Но, опять же, я повторюсь, ни в коем случае не отменяя препараты, которые назначил врач. Что ж, следующий вопрос. Уважаемые спикеры, прививались ли вы? Будете ли прививаться? Если да, то какими вакцинами и почему? Я так понимаю, что речь про вакцин от коронавируса. Я могу ответить. Я не прививался, и только из-за того, что в декабре месяце я как раз перенёс эту коронавирусную инфекцию, поэтому я изнутри всю эту ситуацию прожил. Был в большом центре в красной зоне, много видел там работы от именно медицинского персонала, и видел как раз недостаток у многих компетенций, недостаток самих врачей, потому что огромное количество волонтёров работало. Пережил я его очень тяжело, поэтому мне нужно 6 месяцев для того, чтобы привиться. Я обязательно где-то в августе месяце буду прививаться. Какую вакцину, пока ещё не определил, но это будет обязательно сделано, потому что я считаю, что это очень серьёзная проблема, и она нас будет ещё какое-то количество времени сопровождать, а болеть ей очень тяжело, скажем, последствия очень тяжёлые и длительные. Вот у меня вся семья переболела, и вот, например, после 6 месяцев вот у моей жены до сих пор есть последствия этого. Как раз мы занимаемся нетрадиционным медицинским лечением, как раз травками восстанавливаем, скажем, бронхи и так далее, и тому подобное. Поэтому я всех призываю прививаться, но прививаться обязательно не просто так, а сначала проверить, скажем, переболел ли ты, потому что это тогда имеет значение, чем, какой прививкой прививаться. И следующее, нужно посмотреть, есть ли у вас аллергическая реакция, потому что очень много людей, которые идут, прививаются, например, зная, что у них аллергическая реакция и получают тоже очень неприятные последствия. Вплоть до отека квинки и так далее. Это тоже я знаю, видел, наблюдал, и поэтому врачам придется потом очень сложно с этим бороться. Поэтому нужно к своему здоровью относиться ответственно, и особенно к коронавирусной инфекции. Да, у врачей есть свое кладбище, как только Алена сказала, но оно есть у каждого человека, в том числе занимающиеся нетрадиционными методами лечения. И я все-таки призываю для того, чтобы кладбище у нас было меньше, у каждого, повышать свою компетенцию и обучаться. Чем больше мы будем знать, тем больше у нас будет компетенция, тем больше у гражданина, который идет и в народную медицину, и в обычную, будет уверенность в том, что будет получена помощь квалифицированная, и у которой будет минимум осложнение. Касаемо прививок, я прививку делать не буду, потому что я не делаю себе искусственный иммунитет, у меня свой живой иммунитет, который я поддерживаю, с которым я работаю, и считаю, что этого достаточно для того, чтобы какие-либо вирусы, потому что тогда придется делать постоянные, бесконечные прививки от всех вирусов, даже тот же вирус гриппа, он мутирует, и мы понимаем, что мы сделали прививку от вируса гриппа, а пришел другой тип вируса гриппа. То же самое с ковидом, он также будет мутировать, как любой вирус, да, уже это понятно, вот, и поэтому всех прививок не переделаешь, я прививку делать не буду, но при этом я не призываю других не делать прививки, по той причине, что у каждого разный иммунитет, разное отношение к своему здоровью, то, что в любом случае, конечно, перед любой прививкой необходимо провериться, если есть в организме какие-то нарушения, то прививка может их ухудшить, поэтому, конечно, с этим нужно осторожно, нужно провериться, если вы делаете прививки. В дополнение еще хотела сказать, так как мне не дали там ответить, да, хотя вступали со мной в диалог, для меня основным показателем любого собеседника, любого врача, который говорит о том, что он занимается лечением, является то, что он не называет фамилий, имен тех, кого он лечил, потому что я работаю с определенными людьми, да, и никогда, ни при каких обстоятельствах на камеру, когда журналисты спрашивают и так далее, не называю этих имен. Это очень большой показатель. Я хотел бы на этот вопрос не отвечать, как уже сказал, меня этот вопрос не интересует. Что ж, тогда следующий вопрос. Можно ли народными средствами заменить вакцину или укрепить и усилить ее воздействие? Народные средства не вызывают искусственный иммунитет. Народные средства поддерживают свой личный иммунитет, да, и действительно очень качественно. Есть ряд и препаратов, и здесь даже речь идет не о заклинаниях и заговорах, здесь речь идет все-таки о определенных травах, которые действительно способны поддерживать иммунитет человека очень хорошо и качественно. Поэтому это, так скажем, не искусственный будет, а натуральный иммунитет. Вот только если так к этому вопросу подойти. Но усилить прививку, она всё-таки вырабатывает искусственный иммунитет. Уважаемые друзья, мы сейчас, напомню, живём в 2021 году, и сейчас интернет, всё открыто, вы можете сами посмотреть все докторские диссертации, которые посвящены и вирусу, и вирусным всем заболеваниям. Поэтому любой самый мощный иммунитет вирус сломает, и вы получите кучу осложнений. Поэтому никакая народная медицина, никакие травы, никакие заговоры, ещё раз повторяюсь, не заменят иммунизации населения, потому что если кто-то в индивидуальном порядке имеет очень серьёзный иммунитет и поддерживает её, это очень здорово. Но он может быть переносчиком этой инфекции и заразить сотни людей. Поэтому, изучая опыт коронавирусной инфекции, самый сильный ущерб коронавирус нанёс врачам. Поэтому я обращаюсь тоже ко всем целителям, которые занимаются народной медициной. Прежде чем не делать иммунизацию, вы должны подумать о своих клиентах и пациентах, потому что вы можете быть переносчиками этой инфекции. И нужно быть защищённым и именно пропагандировать то, что уже знает даже школьник, который общается с интернетом. Если мы поставим иммунную защиту, в том числе, а так как у нас практически 80-90% населения с пониженным иммунитетом, потому что, я согласен с Алёной, у нас ведут все не очень качественный образ жизни, неправильно питаются, находятся не в совсем хорошей экологической ситуации. И все эти состояния, которые были у нас, когда мы были школьниками, у нас был в 100 раз сильнее иммунитет. Почему? Среда была другая. И питание, может, даже было другое. А сейчас, к сожалению, в Москве, в Питере, в других городах миллионников, как раз взрослые находятся с пониженным иммунитетом. Поэтому не нужно здесь придумывать, изобретать велосипед, он в мире уже изобретён, и ВОЗ, мировая организация, подтвердила, что самая сильная защита – это иммунизация населения. Поэтому прививайтесь и будете здоровы, и вы защитите окружающих, которые с вами и работают, и живёт. Спасибо большое, Пётр. Я так понимаю, вы… Не, не, ну я могу сказать несколько слов. Ну, приведу пример ВОЗ. ВОЗ сказала, что, и приняло такое постановление, что здоровье человека зависит на 20% от наследственности, 20% от экологии, 10% от уровня медицины, и на 50% зависит от здорового образа жизни и тех условий, в которых человек живёт. Поэтому ситуация какая? Я почему сказал, что меня интересует уже как-то… Ну, для кого-то сейчас ещё, я думаю, для абсолютного большинства людей интересен ещё ковид. Для меня он, например, так же, как спид или птичий грипп. То есть, для меня важно другое, то есть, те возможности, которые можно реализовать в эти 50%, а если немножко добавить ещё остального, то результат будет колоссальный, больше 50%. Причём, все данные, пожалуйста, смотрите в интернете. Так вот, ситуация какая? Я действительно сейчас запускаю несколько глобальных мировых проектов. Один самый такой крупный, чтобы мегаполис был не враждебный, а дружеской средой. Чтобы мегаполис был как огромный тренажёрный зал, где он работает на тебя. И мне, например, нравится Москва. Это сказочный город. Ну, сейчас ездит там на велосипедиках, это город, в котором можно жить дольше, чем в других местах. Лучше, активнее. И я думаю, что это намного интереснее, глобальнее, чем заниматься этим вещами. Ну, пусть те, кто, так сказать, занимается, там, врачи или там кто-то. Ну, вот, поэтому следующий момент, что сейчас действительно время интернета, и появились колоссальные возможности. Я этими процессами занимался ещё лет 10-15 назад, когда только всё появилось. Сейчас я рад, что можно проводить онлайн-занятия. Потому что, поймите одно, раньше нужно было создавать школы. Каждый ученик — это дискредитация твоего метода. А здесь может идти всё напрямую. Это же вообще сказка. Ты практически общаешься с первоисточником. Поэтому сейчас действительно понять вот эту глобальность всего процесса, который происходит, попасть в эту вещь. И следующее, что я хочу сказать, что сейчас время перемен. Я могу два слова сказать? Да, пожалуйста, у нас не так на время. Потому что, знаете, есть такое выражение. Если хочешь пожелать человеку несчастья, пожелай, чтобы он жил во время перемен. Вы слышали, наверное. Но это только четвёртая часть высказывания. На самом деле, вторая часть звучит так. Если хочешь, чтобы человек был самый несчастный из несчастных, пожелай, чтобы он руководителем и вождём был во время перемен. Но это только половина высказывания. А следующее звучит так. Если хочешь, чтобы человек прожил десяток жизней счастливых, пожелай, чтобы он достойно и хорошо прожил во время перемен. А следующее звучит, чтобы человек остался на века в памяти, никогда не умирал, был бессмертным. Пожелать нужно, чтобы вождь, руководитель во время перемен прожил счастливо и достойно. И поэтому я считаю, что сейчас на руководителях мы можем нравиться, не нравиться, ругать и всё. Но на них лежит колоссальная ответственность. И я говорил о третьей медицине. Я занимаюсь экстремальной медициной. Но не уход от экстремальной ситуации, а вход в неё активный. Потому что только в экстремальной ситуации можно получить колоссальные результаты. И когда я занимаюсь, то это не просто разговоры. Это высшая математика, теория катастроф, фракталы, синергетика, теория самоорганизующихся хаос. Это Тесла, это Шаубергер. И поэтому важный момент, что здоровье лидера, здоровье на ком многое держится в наше время, это очень важно. Я считаю, что как раз нужно помогать и создавать условия именно для тех, от которых очень многое зависит. И от которых зависит стабильность, стабильность всего мира. Спасибо. У нас совсем не остается времени. Я буквально последний вопрос задаю. Ещё один вопрос пришёл от зрителя. Опять, Алёна, к вам. Значит, пожалуйста, передайте вопрос. Алёна Полынь помогла мне стать мамой, когда врачи сказали, уже ничем не помочь. Можно ли второй раз прибегать к заклинаниям, чтобы родить второго ребёнка? Всегда можно прибегать к заклинаниям, чтобы родить и третьего, и четвёртого, и пятого. Но кто ко мне обращался, знает, что я говорю о том, что на сегодняшний момент всё-таки связано это с силой рода в том числе. Более двух детей я не рекомендую, чтобы всё-таки через магию мы как-то с вами добивались этого результата и в целом. Второго ребёнка, да, можно вновь обратиться, и вновь через заклинание мы достигнем этого результата. — Что ж, и последний вопрос по теме. Видите ли вы, это общий вопрос, видите ли вы в будущем в России, и сколько времени это может занять, что вот такие нетрадиционные методы, о которых уже руководители, можно сказать, государств говорят в Средней Азии, чтобы подобные методы в России интегрировались в систему здравоохранения и как-то начали работать вместе с ней единым механизмом? И сколько времени это может занять? — Ну, я отвечу. Я думаю, что время это уже практически настало. Я думаю, следующий созыв Государственной Думы будет уже рассматривать эти вопросы. И мы обязательно внесём эти законодательные инициативы, которые я изначально в начале нашей пресс-конференции озвучил. Это изменение пункта 2 статьи 50 Федерального закона 323 ФСЗ. И сформировать специализированный нормативный правовой акт о регулировании отношений в этой сфере народной медицины. Почему? Потому что без этого уже нельзя. Вы уже, дорогие зрители, и тот, кто нас слушает, вы, наверное, по пресс-конференции уже поняли, что дальше этот вопрос нельзя оттягивать, потому что здоровье человека, я считаю, это номер один вместе с охраной окружающей среды и экологией. Поэтому дальше оттягивать этот вопрос невозможно, потому что нужно обязательно ввести определённые стандарты и обязательно ввести СРО, чтобы контролировать эту ситуацию оказания этих услуг. Иначе, к сожалению, в этой отрасли экономики, а её по-другому нельзя назвать, потому что в ней крутятся уже огромные средства и огромное количество людей обращается к этому, потому что, как здесь правильно сказали, сейчас существует интернет, и каждый человек может выходить в стрим и рассказывать всё, что ему заблагорассудится. Поэтому нужно вводить законодательные акты, контролировать эту ситуацию, контролировать это должно быть именно экспертное сообщество тех, кто и занимается народной медициной и народным здоровьем. И вводить также наказание для тех, которые шарлатан, который наносит огромные потери для здоровья человека и для здоровья целой нации. Я правильно понимаю, что Вы считаете, что на ближайшем чтении пункт второй – это тот, который исключает из понятия народной медицины тех, кто занимается оккультными практиками? Совершенно верно. Так это и есть в законе, это уже прописано. Я же не зря в самом начале передачи сказал, что оккультные занятия в народную медицину не входят. А, и Вы считаете, что Госдума будет пересматривать этот вопрос на ближайшем? В ближайшее время не знаю, потому что я с большим сомнением отношусь к депутатскому созыву, который последние пять лет находится на острее законодательных всех проработки инициатив, потому что, к сожалению, особых рвений в рассмотрении вот таких вопросов у нас нет. Вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, были пять лет назад, они никуда не делись. И, к сожалению, сегодняшний созыв ничего не сделал для того, чтобы не разобраться ни с финансированием медицины, ни с законодательством, ни с стандартизацией, ни с стандартизацией обучения в медицине. Поэтому и мы получаем каждый день целые проблемы. Поэтому, скорее всего, мы эти все в экспертном сообществе законодательные инициативы соберем, обсудим в рамках общественной палаты, потому что общественная палата непрерывно будет работать, а выборы у нас будут в Государственную Думу. И вот, наверное, уже в следующий, скажем, созыв Государственной Думы мы эти предложения свои принесем. Я не уверен, что сегодняшние депутаты что-то сделают. Они, к сожалению, заботятся совсем о другом, а не о здоровье наших граждан. Да, спасибо. Я хочу сказать, что никакие бумажки, никакие созывы не решат вопрос слияния народной медицины, медициной традиций с медициной официальной. Это все-таки живое такое будет действие, не связанное с бумажками. То, что в законе действительно сейчас прописано, что оккультно-магические и религиозные обряды не являются, так скажем, народной медициной. Насчет религиозных я согласна, насчет магически-оккультных, да, то есть если они под этим подразумевают... Вообще непонятно, что они под этим подразумевают. Если подразумевают заклинания и заговоры и считают, что заговоры не являются народной традицией, ну, значит, там безграмотные люди сидят. Я хочу сказать, что слияние будет происходить долго, болезненно, через определенные, так скажем, ошибки, потому что когда еще у нас не было пандемии, никто не мог себе помыслить, что такое будет, что людей закроют дома, что будет пандемия и так далее. Перед каждым Новым годом ко мне приходят журналисты и спрашивают предсказания на следующий год. И в этих предсказаниях я говорила о том, что у нас будет серьезный вирус, что я вижу, что не будет бессмертного полка в этот год и так далее. Все посмеялись, ушли, правда, поставили эту информацию, да, но подумали, что я в каком-то бреду нахожусь. Но все так и произошло. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Слияние, собственно, медицины, официальной медицины традиционной будет происходить в цикле 12 лет. Цикл 12 лет начался в 2020 году. Этот цикл будет сейчас идти, это будет во многих мещах, я говорю, болезненно, через какие-то ошибки и так далее. Потому что мы сейчас уже видим ситуацию, что официальная медицина действительно не справляется полноценно со многими заболеваниями. И врачи прибегают к медицине традиции, прибегают, как я уже говорила, и к травмам в том числе. И вот здесь мы как раз на предыдущей конференции поднимали тему того, что даже психологи, так скажем, это можно тоже назвать медициной традицией, потому что это наука о душе, которая, собственно, ведет к магии. И вот сейчас психологи взяли в руки карты и стали пользоваться метафорическими картами, чтобы помогать людям. А это тоже магия, потому что вся жизнь это магия. Поэтому как-то разделять. Конечно, это одно целое. Магия – это наука наук, сильнее и мощнее науки нет. И она в себя включает в том числе искусство врачевания, медицину. И мы будем сливаться где-то 12 лет, но мы сольемся. Петр, пожалуйста. Ну, я бы немножко с другой стороны подошел. Я считаю, что у России уникальное положение, потому что я поездил по многим странам, причем по Европе, по Востоку, Африке. И я могу сказать одно, что лучших врачей, чем в России, нигде в мире нет. Я точно могу говорить про травматологию, но практически я доктор, который общается с врачами, потому что такое мышление, такой кругозор и все, такого в мире нет. Следующий момент, ты встречаешь человека, он там смотрит только на пятку и то, может быть, только налево. Когда я говорю, что там лечение целиком, все это. Следующий момент, что благодаря СССР у нас огромный потенциал народной медицины. Такой в мире нигде нет. Причем это с глубочайшими корнями. Это и Восток, и Кавказ, и Дальний Восток, где я тоже был. Это потрясающая вещь. Я даже хочу сказать, что даже Китай у нас есть. Я учился у личного врача китайского консула в Андижане, у Сун Синасина, у преподавателя Пекинского университета, у Игура, который бежал. То есть я хочу сказать другое, Алексей, что на России лежит первенство и масштаб того, что может произойти. Потому что, как и ракета была создана в России, так я и вижу то, что вот объединить, создать целостную медицину, целостного подхода. А целостные эти не только в размере. Целостное это и рождение, и измерение, и, так сказать, многие другие моменты. То есть это целостное, это само понятие очень сложное. Поэтому я считаю, что мы там говорим о китайской, о западной медицине, о юрведе. На самом деле самое лучшее, и за свои слова отвечаю, российская медицина. Что ж, спасибо большое. Предлагаю на этой прекрасной минуте закончить. Коллеги журналисты и уважаемые зрители, спасибо, что представили свои вопросы. Уважаемые спикеры, спасибо, что на все эти вопросы ответили. У нас совсем не остается времени, пресс-конференция завершена. Спасибо.